Паромное сообщение через Лену возобновят завтра. Перевозки грузов на пароме в сопровождении ледокола по маршруту Жатая-Техтюр Жатая временно ограничили в связи со сложной ледовой обстановкой. Если быть точнее, сократили количество рейсов. Сегодня в течение дня перебраться на тот берег можно было только один раз. Об этом сообщает пресс-служба ЛОР. Сейчас компания восстанавливает ледовый проходной канал, соединяющий два причала. После завершения работы движение на маршруте возобновят в полной мере. Но какими еще способами можно переправиться на другой берег? Ответ на этот вопрос постарался найти Виталий Абрамов. Прошедший инцидент, когда баржа с автомобилями не смогла причалить к правому берегу Лены в районе Техтюра Мегина-Кангаласского улуса, ленском пароходстве объясняют погодными условиями и чересчур сильным шугоходом. Поле большого диаметра оторвало и немного нас пониже 800 метров немного мы отошли. Так, никого мы бросать, никого мы не бросали. Теплоход специально оставили целенаправленно там. Ледоков пошел пониже, чтобы искусственно остановить реку. В результате многие пассажиры решили не дожидаться и пойти пешком через торосы. Автомобилисты же решили не бросать свое имущество. Но лед встал только через почти пару суток. Многим на борту потребовалась помощь, было организовано питание и доставка топлива. Одну женщину из-за эпилепсии пришлось эвакуировать с помощью носилок. Наши спасатели эвакуировали более 100 пассажиров, оказывали доброчерную помощь и обеспечивали топливом, автомашины, продуктами питания. На сегодня у нас в Техтюрском берегу тоже работает полнопогрева спасатели. Они отслеживают ситуацию, помогают пассажирам, помогают водителям. На сегодняшний день ледокол капитан Бабичев продолжает работу по пробивке нового канала. Пароходцы уверяют начать регулярное сообщение завтра. Все будет зависеть, конечно, как погода еще. Будет мороз, устаканится, не устаканится. Сделаем канал подходной, поведем. Так ориентировочно планируем числа 15-20 работать. Но все-таки будет зависеть от погоды, как она будет свои коррективы вносить. Я говорю, паниковать здесь смысла нет, все под контролем, никто никого не кидает, что везде все говорят, кто там такие слухи разносит, затрудняюсь я сказать. Между тем в социальных сетях начала распространяться информация о полном прекращении сообщения между правым и левым берегом Лены. На деле же суда на воздушных подушках хоть и с проблемами, но работали и работают. Был даже снижен тариф до 1 тысячи рублей. Уже получше. Ну, хилус уходит. Хилус уходит, да. Пробили новую, да? Ну, вот делаем сегодня дорогу, с утра, вот ночью заливали, делали дорогу. Сегодня с утра делаем дорогу, еще будем делать дорогу. Ну, работать можно. Тем временем на будущей Хатарской переправе уже появились первые бессмертные, которые начали пеший переход через Лену. Очень большая вероятность провала, потому что лед еще не принял свою жесткость, не принял свою конкретную структуру. И бывают места, что человек, наступая на лед, может провалиться. Также опасность кроется в частых наледях. Или даже элементарно на середине реки мы можем попасть в такую ловушку, что вокруг нас будет такая наледь. И мы уже будем не знать, куда деться, потому что вокруг нас наледь. И начинаются звонки. Спросите, помогите. Что же делать? Что же делать? Это вопрос элементарный. Это не ходить сейчас по льду. Ждать, когда вам официально разрешат, когда уже пойдут официальные машины. Тогда ради бога. А вот сейчас категорически не рекомендую это делать. На месте также появился своеобразный таксист на снегоходе. Но его предприимчивое начало должны быстренько прикрыть. Не надо поддаваться соблазну переправиться на такси, на снегоходе еще каким-нибудь образом. Сейчас это опасно. Просто опасно для жизни. А те, кто перевозит таких людей, они думают прежде всего о том, как набить свой карман, а не о том, как обеспечить безопасность людей. Таким образом, не стоит вере разнообразным слухам ездить зря в Хатасы и пытаться, рискуя жизнью, перейти на тот берег. Тем более, поездка туда из Павловска до Нижнего Бестеха обойдется практически в тариф СВП. Да и можно напороться на штрафы. А ориентировочное открытие переправы будет только 21 числа. Баржа же с ледоколом будет ходить примерно до 20 числа. Все будет зависеть от погодных условий. Виталий Абрамов, Владимир Попов, НВК Саха, Якутск.